Как бороться с этими людьми, которые не хотят скидываться? Руки не доходили с ними, у власти у нашей бороться. Когда дойдут? Вот вы задали очень хороший вопрос. Очень хороший. Нельзя судиться со всеми. А остальные собственники должны, ну, как бы лапками дрыгать. ЖКХ попадаются там с коррупционными нарушениями. Государству нужно, чтобы не было скандалов. Вася пишет гадости. Половина председателей КСК уволится. Сергей Героргиевич, я вас приветствую. Наш проект не случайно называется «Модернизация», потому что вы человек, который модернизирует и являетесь представителем Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ. Что это за организация, чем занимается и для чего она нужна обществу? Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ был создан строительным комитетом Министерства по инвестициям и развитию. Это уполномоченная организация нашего правительства для того, чтобы проводить исследования, разрабатывать подзаконные нормативные акты, разрабатывать государственные программы, контролировать ход их исполнения. Ведь ЖКХ – это не просто жилье, хотя это в основном интересует наших жителей. Это полигоны твердых бытовых отходов, это наши дороги, благоустройства, это инфраструктура по отоплению, по воде, которая в значительной степени изношена. И вот вся эта огромная сфера деятельности, как раз она курируется казахстанским центром. Давно вашей компанией появилась? Казахстанский центр был создан в 2010 году. То есть уже 9 лет? 9 лет. Ну, наверное, самые известные для обыкновенных жителей наши программы – это приборизация, когда устанавливались тепловые счетчики общедомовые. В городе Петропавловске и в нашей области было установлено 537 счетчиков. Это очень много. Результатом этой установки стало более понятно, сколько потерь теряют наши тепловые сети. Потому что, когда тепловая энергия производится, ее учитывают, отпуская в сеть. И теперь ее стали учитывать, продавая людям в многоквартирных жилых домах. Разница между производством и товарным отпуском как раз является потерями. И с этими потерями надо что-то делать, надо бороться. Второй момент, который помог и теплосетям, и жителям – теплощетчики дали возможность контролировать потребление тепла, не брать лишнее и платить меньше. В результате появилась излишняя тепловая энергия. И тепловые сети теперь стали подключать новые дома, в том числе и частного сектора. То есть увеличивать товарный отпуск, компенсируя то тепло, которое перестали брать люди из-за того, что стали экономить. В начале же всего этого происходящего, когда тепловые счетчики планировали устанавливать, общество его восприняло как-то не совсем охотно. То есть были проблемы. Я даже сам жил в квартире, собирали подписи, кто за, кто против. И вот в наше время, года два-три тому назад, основная масса жителей домов многоэтажных почему-то была против. Сейчас как с этим дело обстоит? Знаете, вот у государственных программ есть, наверное, один недостаток общий. Тех программ, которые направлены именно на жителей. Необходим временной интервал, чтобы сформировать общественное мнение. Чтобы люди привыкли к этой мысли. То есть это гораздо больше времени занимает, чем, допустим, программа, рассчитанная на школы, на учреждения здравоохранения, где есть прямое бюджетное подчинение. Здесь же нужно убедить людей. Нужно, чтобы они поняли свою выгоду. А это требует времени, это требует определенных усилий, средств массовой информации, распространения позитивного опыта. И я думаю, что отношение к тепловым счетчикам изменилось. Изменилось в лучшую сторону. Потому что все, что навязывают насильно, первая реакция – это протест. Мы не хотим. Раз нам это навязывают, значит, нам это невыгодно. Вот без обоснования каких-либо причин, с недоверием к цифрам, которые дают... Насколько экономичнее стало? В среднем, в среднем где-то процентов на 18. А отопление у нас дорогое. И в целом за отопительный период – это очень серьезная сумма. То есть люди, действительно, установив счетчики, стали меньше платить. Не потому что их обманывали, а потому что они стали, ну, как бы, регулировать теплопотребление. Не форточками, а утеплеть, как минимум, трубы в подвале. Это не очень дорого стоит. Вот эти продухи вентиляционные закрывать, чтобы не остужался цокольный этаж, где проходит разводка отопления и горячая вода. Ну, КСК же и сам может выбирать температуру? Видите ли, в очень небольших пределах. То есть регулировка, регулировка режима отопления проявляется именно источником, теплоисточником, температурой. Если у нас, как бы, температура опускается или поднимается, ТЭЦ, в свою очередь, изменяет температуру теплоносителя на выходе. А режим гидравлический должен оставаться постоянным. Если председатели будут крутить в каждом доме, ведь это же система-то общая. И когда мы крутим в одном доме, мы влияем на соседние. Если мы больше забираем, соседям меньше достается. Если мы меньше забираем, им больше уходит. То есть мы, вмешиваясь в систему, разрегулируем гидравлический баланс. Поэтому правильнее будет выставить дом на оптимальное теплопотребление, с учетом его износа, с учетом его материалов, из которых он построен. То есть с учетом теплоотражающих конструкций. И не дергать систему отопления. Я вам скажу, почему я задал этот вопрос. Потому что в наших квартирах, после того, как установили тепловые счетчики, стало прохладнее. То есть представители КСК, это, как правило, бабушки. Им не сильно хочется жить в жарких помещениях, особенно апрель, когда уже вроде бы тепло. И они говорят о том, что они будут уменьшать. И они уменьшают. Особенно в дневное время, когда все вроде бы на работе. Но к нам в редакцию обращались мамочки маленьких детей, которым было некомфортно дома, потому что дети болеют, им нужна была температура. Вот как с этим бороться? Потому что таких случаев по городу очень много было. То есть руководство КСК что-то там делает, в квартирах становится прохладнее. Да, основная масса на работах. Но многие же, кто-то там болеет с детьми. Вот как им быть? Видите, у нас есть санитарные нормы. Нельзя регулировать теплопотребление так, чтобы страдали люди. Ну, получается, если они обращались, значит, страдали. Тут, понимаете, тепло-холодно – это понятие относительное. Когда не было счетчиков тепловых, люди привыкли, что у них в квартире 24 градуса, 25 градусов. Они жили так долго, для них это стало нормой. Привыкли, да. Если им становилось жарко, они просто открывали форточку. Когда поставили счетчик, он учитывает. А норма-то у нас 20 градусов. Вот каждый градус выше нормы – это деньги из нашего кармана. То есть у жителей появилась возможность брать столько, сколько нужно. Но иногда действительно страдают отдельные квартиры, особенно это бывает с торцевыми квартирами, у которых три наружные стены и самая длинная вот эта труба отопления, которая к ним приходит. То есть необходимо делать внутреннюю регулировку, распределение тепла, равномерное по всем квартирам дома. Если председатели это не умеют, они могут нанять специалиста, который поможет им отрегулировать дом, чтобы во всех квартирах была одинаковая температура. Дом, он так построен, чтобы в торцевые квартиры поступало больше тепла. Если все с системой отопления нормально, так и есть на самом деле. Но дома по 50 лет, по 60 лет стоят. И уже часто там трубы забились, значит, теплоноситель не идет с той скоростью, с которой он должен проходить. Действительно, бывают, торцевые квартиры страдают. Надо это дело фиксировать. И в течение летних ремонтов, в межсезонье, увеличивать подачу теплоносителя на те квартиры, которые замерзают. Расширяя там диаметр трубы, подающей по подвалу, меняя вентили, которые с седлом, на полнопроходные, шаровые, чтобы не было торможения теплоносителя при прохождении через вентиль. Сергей Георгиевич, вопрос об ответственности. У большинства жителей, особенно старшего поколения, до сих пор еще советская ментальность, что нам все должны. Вот, казалось бы, квартиры-то принадлежат собственникам. Это частная собственность. Но вот в средствах массовой информации часто вот задают вопросы, кто нам будет крышу делать, кто будет это делать, кто вот. Где вот этот порог ответственности, за что должен отвечать Экимат, а за что должен отвечать сам собственник квартиры, если вдруг что-то нужно ремонтировать. Вот этот вопрос мы обсуждаем уже, наверное, больше 25 лет. С момента приватизации, когда государство за небольшие деньги или купоны передало нам квартиры и перестало быть хозяином. А раз государство перестало быть хозяином жилищного фонда, у государства, во-первых, ушла ответственность за его сохранность, во-вторых, ушло право тратить бюджетные деньги на частную собственность. Вот мы порой как бы забываем, что дом стал наш. Ну да, это частная собственность. Частная собственность. Такая же частная собственность, как обыкновенный одноквартирный деревянный дом индивидуальный, в котором живет человек. Ведь если у него течет крыша, ведь он же не идет в Экимат, а он живет под этой крышей один. Мы в пятиэтажке живем, в пятером друг за другом. И нам как минимум в пять раз дешевле подчинить нашу общую крышу, чем частнику. Участник не говорит, что это дорого, не идет, не плачет, что у него забор повалился, там крыша течет, стены там сырость напитает. Ну вот хорошо, за что отвечает Экимат? Экимат отвечает, значит, за помощь бедным. Есть адрес... Социально уязвимые слои? Да, социально уязвимым слоям населения. Есть программа адресная социальная помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Если человек считает, что у него именно такая ситуация, он может прийти в отдел занятостей социальных программ со всеми подтверждающими документами и его индивидуально проконсультируют. Положена ему помощь от государства или нет? Есть вторая... Второй вид государственной помощи это жилищная помощь. То есть наши жители не должны платить больше 10% своего семейного бюджета на оплату коммунальных услуг, услуг КСК и ремонт любой степени капитальности, любой цены. То есть если вот возьмем даже зарплату двух пенсионеров не очень большую, там по 70 тысяч, вдвоем 140, да? Вот они могут из своего семейного бюджета заплатить только 14 тысяч. Если им выставят счет, предположим, на 20 тысяч, ну нужно будет погашать деньги за ремонт крыши там или за ремонт дорогой бойлера, скоростного водоподогревающего устройства, то разницу между 10% и реальным счетом оплатит государство через программу жилищной помощи. Вот этим защищены люди. И мы видим, что жилищную помощь люди не выбирают. То есть у них нет оснований обратиться и ее взять. Потому что в основном средняя двухкомнатная квартира, она платит меньше 14 тысяч тенге в месяц. И нельзя говорить, что государство бросило своих граждан в беде. Государство действительно помогает, но помогает адресно. Только тем, кто не может сам. А остальные собственники должны, ну как бы, лапками дрыгать, искать работу, зарабатывать на деньги. Интересное выражение. Да. Не тонуть, скажем так, а выплывать. Хорошо, Сереги Рудович, предполагается, что скоро формат КСК, он уйдет в небытие и появится новый формат ОСИ. Что такое ОСИ, для чего он необходим и чем так не угодило КСК? Для чего эти перемены? КСК создавались у нас в стране по-разному. Вот именно в Петропавловске и в Семипалатинске. Это родина первых КСК с 94-го года. То есть у нас, ну, наверное, был самый большой кризис, когда предприятия остановились, городообразующие, ну, и очень мало денег осталось в бюджете. И люди были вынуждены взять на себя ответственность за первую зимовку. То есть у нас КСК создавались снизу маленькие, один дом, один КСК. Значит, вся остальная страна жила более богато, более обеспечена, и очень многие крупные города создавали КСК просто сменой вывеской. Вот было домоуправление, которое обслуживало там 60 домов. Они посмотрели, О, КСК меньше налогов платит, некоммерческая организация. Сменили вывеску, а все осталось. То есть они, по сути дела, никогда не были организацией людей, созданных для содержания и ремонта своего дома. Они изначально были как организация, предоставляющая услуги. Сторонняя организация, предоставляющая услуги жителям. И вот эти организации, их очень сложно контролировать. У них смешивались деньги со всех домов. Очень сложно было понять, сколько мы туда денег внесли, сколько пользы мы от этой организации получили именно для нашего дома. Было огромное количество жалоб и в правительство, и везде. И в результате наши законодатели приняли такое решение, что надо переходить к форуме управления. Один дом, одно юридическое лицо, один орган управления. Это как вот сейчас? Сейчас у нас можно в КСК иметь много домов. Но с принятием нового законопроекта такая ситуация будет невозможной. Мы, жители многоквартирных домов, должны будем сделать выбор. Либо мы создаем новое некоммерческое юридическое лицо организацию собственников имущества, мы владельцы одного дома. Либо мы создаем простое товарищество. Без образования юридического лица это просто многосторонний договор. Мы там собрались, если мало квартир, там 8 или 16, подписали договор, что вот мы 16 собственников, создаем простое товарищество и гражданину Худякову доверяем представлять наши интересы, то есть передаем свое право и свою обязанность одному из нас по гражданско-правовому договору. И уже вот тот человек, которому это право передано, он от имени всех остальных будет заниматься управлением, заказом и контролем на ремонтные работы маленького своего дома. Кому это выгоднее? Людям или государству? Вот знаете, государству нужно, чтобы не было скандалов, чтобы люди... Система была. Чтобы была система. Чтобы система, она ну как бы поднимала хороших, ответственных, ну хорошо относящихся к своей деятельности и не давала возможность работать ну как бы нечистоплотным на руку гражданам, прикрываясь тем, что они представители жителей. Разработчики законопроекта считают, что гораздо проще контролировать организацию, состоящую из одного дома. Потому что все деньги идут на один счет, все расходы, выписки из банка можно взять, проконтролировать. Да, будет больше затрат на банковские расходы. Если сейчас... Ну и скорее всего КСК, вот эти взносы немного увеличатся. Да, я думаю, что увеличатся. Ну это логично. Это логично, потому что... Ну вот снова не начнется ли здесь скандал? Скажут, прежде было все нормально, все справлялись. Мы платили, к примеру, там тысячи тенге, а сейчас мы обязаны платить полторы тысячи тенге, образно я говорю. Ну есть такая угроза, что... Снова нужно время. Нужно будет время, нужно разъяснять людям, потому что, видите, в принципе, подавляющее большинство наших жителей понимает, что они платят в КСК мало. Сейчас сколько КСК? Сейчас где-то в районе 27 тенге на квадратный метр, это примерно на двухкомнатную квартиру 1200-1300 тенге. Я практически угадал. Ну да, практически вы угадали. Все понимают, что по нашему уровню цен эта сумма небольшая, но главная претензия, мы не знаем, как работают наши деньги. Мы согласны платить больше, если увидим... Прозрачности нет. Да, если мы увидим пользу от того, что мы заплатили больше и нам больше сделали на наши деньги. То есть, в основном претензия именно в этом. И я надеюсь, что увеличение прозрачности деятельности своего оси КСК, оно перекроет своей пользой то увеличение денег, которое люди заплатят в будущем. Вот как раз таки вопрос сейчас о прозрачности. В Алма-Ате недавно был проведен опрос. Жители спрашивали, знаете ли вы своего представителя КСК? Большинство из них сказали не знаем. То есть, наверное, в Петропавловске такая же проблема, что жители не знают, кто представитель КСК, чем он занимается, куда уходят деньги. А потом в итоге оказывается, что какие-то разборки начинаются, судебные тяжбы, и в итоге еще председатель КСК нанимает адвоката за счет тех же самых взносов КСК. Со стороны государства есть какой-то контроль как раз таки за работой председателя КСК? Как вообще это происходит? Давайте начнем с последнего вопроса. Со стороны государства есть контроль за техническим состоянием дома. Ну, как сооружение. Если председатель выполняет работу хорошо, то все хорошо. дом не стал угрозой для тех жителей, которые в нем живут. Контролировать работу председателя, ну, как бы... Должно собрание, соответственно, жителей. Должна ревизионная комиссия и правление, которое жители избирают. То есть люди почему-то интуитивно говорят, КСК это он, а жители это мы. Ну, на самом деле жителям дается право создать организацию самоуправления в доме. Вот именно так ее надо воспринимать. Это наша организация, это наш председатель, это наш дом. И мы даем туда деньги для того, чтобы они работали на нас, приносили нам пользу. При этом председатель получает зарплату именно хорстки из этих взносов. И государство платит сами жители. Сами жители платят. Вот вы привели аргумент насчет того, что адвоката за наши деньги нанимают. Это очень частый аргумент неплатильщиков именно. Потому что если человек платит, то против него адвоката-то не нанимают. А адвоката нанимают за деньги тех, кто платит. Понимаете? А этот человек все передергивает. И вот именно те жители, которые платят, они и говорят председателю, работай с неплатильщиками, ты же зарплату получаешь. Почему мы, допустим, отдавая деньги на какой-то серьезный ремонт, ремонт бойлера полмиллиона, эту сумму разделили на всех пропорционально площади, каждому выписали счет, который нужно оплатить. Но если часть людей не внесли деньги, то невозможно заключить договор и отремонтировать нашу воду. И люди, которые сдали деньги, говорят, почему мы должны страдать? Как бороться с этими людьми, которые не хотят скидываться? Вот знаете, все-таки мы стараемся решить этот вопрос медиативными методами, то есть не давлением, а чтобы человек понял. Не переломить его, не заставить через суд сделать то, что он не хочет, а попытаться его убедить в том, что он должен эти деньги платить, что это правильно, чтобы он привык к этому. И в дальнейшем он больше этого не делал. Потому что судиться с человеком, это очень, так сказать, временно затратное мероприятие и по деньгам, и по времени. Нельзя судиться со всеми. Выбрали нового представителя КСК. Он еще не знает, как работать, только пришел со стороны, вроде бы есть понимание. Какие-то курсы, семинары для председателей, повышения знаний существуют у нас в городе? Да. Мы регулярно в течение, наверное, уже последних пяти лет проводим такие курсы. У нас есть очень много методического материала. Примерно где-то около десяти брошюр с различной тематикой, которая касается вопросов управления, общей собственностью, энергетовое движение. Это КАС-центр ЖКХ, наша головная организация столичная. Они делают заказ, достаточно много тиражируют этих брошюрок, а мы их распространяем. Все это бесплатно. Могут к нам прийти хоть жители, хоть председатели КСК. Адрес сразу же назовите, сейчас она пропишет. Жамбыл 152, офис 64. Это офис ассоциации КСК. Мы его не меняем уже лет 20. И все, кто хотел нас найти, всегда находят. К нам много достаточно обращается и председателей, и жителей за помощью, и членов ревизионных комиссий, каким образом проверить деятельность КСК. КСК. Мы помогаем людям, потому что только создав коллектив дома, мы можем решить дорогостоящие проблемы этого дома. Вопрос, наверное, сейчас будет достаточно сложный, связанный как раз таки с ЖКХ. Этот отдел у нас является таким проблемным, его работники часто попадаются с коррупционными нарушениями, со скандалами. на каком уровне сейчас сотрудничество вашего центра с городским отделом ЖКХ, и как бы вы в целом охарактеризовали работу ЖКХ, потому что мы знаем, что это достаточно сложное такое место, где проблемы есть. Как вы с ним сотрудничаете? Я бы даже усилил, я сказал, что это самый сложный вид деятельности ЖКХ именно на городском уровне. Очень грустно, что там идет такая чехарда со сменяемостью кадров в таком сложном деле. Мы работаем и с отделом ЖКХ, и с жилищной инспекцией города Петропавловска. Мы стараемся не подменять деятельность председателей КСК, а все-таки разъяснить нашим жителям, что от них очень многое зависит, от их инициативы, от их желания или нежелания вникать в проблемы. Мы учим председателей КСК на курсах, мы даем, любые документы показываем. Ведь это кажется, что трудно проверить финансово-хозяйственную деятельность КСК. Ничего там сложного нет. Очень простая, очень простой бухгалтерский учет. Нужно потратить полдня своего времени и увидишь, сколько денег пришло от каких квартир, по каким документам прошли расходы, написать отчет о проведенной ревизии, мы можем показать, как его оформить и развесить на каждом подъезде. Вот именно регулярная отчетность о движении денег, она пресекает ненужные сплетни и дает тот уровень доверия, который помогает решить сложные проблемы в доме. Если в доме конфликт, то это очень плохо. Все начинают заниматься конфликтом, а не домом. Тратят время, тратят деньги на то, чтобы этот конфликт погасить. Это ненормальная ситуация. Мы стараемся как можем. Возвращаясь к вопросу о зоне ответственности, дом стандартный, пятиэтажка, на расстоянии нескольких метров заканчивается территория жителей, где начинается городская территория. Вопрос к тому, что вдруг появилось аварийное дерево, его нужно спилить, может быть стол какой-то поменять. Где Акимат уже, его территория, а где территория? Кондоминиум, насколько знает, называется. Да, кондоминиум это совладение, это дом и кусок земли, на котором он стоит, зарегистрированный как бы в одном документе, вот в этом документе все написано. И когда оформляется кондоминиум, дается государственный акт на земельный участок, прям такой синенький, как у нас на даче на нашей, на гараже, вот точно такой же госакт дается именно дому. И там площадь, которая отведена жителям в совместное владение, прямо указана. Это получается уже общая долевая собственность на землю. Она принадлежит всем. Да, она принадлежит всем жителям, живущим в этом доме, и по праву собственников, и по обязанности собственников, они должны эту землю содержать в нормальном состоянии. Плюс еще есть правила благоустройства, которые устанавливают так называемый прилегающий земельный участок. Это 5 метров до фасада здания. Вот этот тоже принадлежит жителям? Это установлено правилом, оно не принадлежит жителям, но у жителей на основании утвержденных маслехатом правил появляется обязанность содержать прилегающие жилищные участки. от дома на расстоянии 5 метров мы должны убирать территорию, выпиливать деревья. Если это 5,5-6 метров, тогда это обязанность это городская земля общего пользования. За нее несет ответственность как раз отдел ЖКХ. А детские площадки? Детские площадки, они, как правило, располагаются на земле общего пользования. Они в большинстве сделаны за счет бюджета. Это объекты как раз отдела ЖКХ. Но поддерживать их должны кто? Ну вот там же катаются, там играются дети же жителей, и как правило износ-то происходит от их действий. То есть кто должен за это отвечать? Вот вы задали очень хороший вопрос. Очень хороший. И мы уже много лет пытаемся договориться с нашим Петропавловским Акиматом, чтобы когда председатели КСК просят детскую площадку разместить в их дворе, Акимат заключал договор доверительного управления. Мы поставим, а вы за ним смотрите. Вы несете ответственность за мелкий ремонт, за подкраску. Это логично. Это логично. То есть тогда появится ответственность у председателя КСК, переданная от собственника вот этого малоархитектурной формы по договору доверительного управления, чтобы не были вот эти вот качели, карусели, площадки, грибочки с песочницами бесхозными. Акимат в принципе не возражает. А кто возражает? Никто не возражает, но к сожалению движений не происходит. Наверное не хватает у Акимата времени для того, чтобы оформить бумаги. Но я все-таки надеюсь, что мы сможем сделать это вместе с нашим Акиматом. Это будет как раз повышена ответственность наших председателей КСК. Тот, кто берет на себя ответственность за площадку за детскую, тот должен ее получать в первую очередь. Государство должно работать с теми, кто сам что-то делает для своего двора, для своего дома, чтобы это было бонус от государства хорошо работающим председателям КСК, которые ухаживают за своим двором. По поводу гаражей. То есть в советское время не было платных парковок, ну ничего такого не было. И везде стояли гаражи прям впритык, рядом, 10 метров от дома. Сейчас картина я не думаю, что сильно изменилась. Платные парковки появились, многие стали бросать автомобили во дворах, на газонах, на детских площадках, гаражи. Кому принадлежит земля под гаражами? Как правило, на 99,9% это земля городская и гаражи там стоят незаконно. Да. Вот я могу так сказать, что в исключительных случаях для участников войны давалось разрешение поставить железный гараж во дворе. Обыкновенным жителям даже в советское время не давалось разрешение. Это сама захват земли и гаражи ставят железные абсолютно незаконно. Просто руки не доходили с ними как бы у власти у нашей бороться. И когда дойдут? Ну, потихонечку начались движения в этом году. То есть убирают? Да, потихоньку начали убирать. В первую очередь там, где жалуются люди, там, где машины проезжая к железному гаражу едут по площадке по детской, где мешают играть детишкам. Те, которые мешают, на них обращают внимание в первую очередь и начинают потихоньку наводить порядок. Но вот эта проблема очень серьезная. Потому что машин, наверное, с каждым годом, даже вот по постановке на учет в нашей автоинспекции На одну семью два автомобиля. Да. Их количество увеличивается там на 15% ежегодно. Их уже скоро будет столько, что люди даже боком не пройдут по своему двору. Они становятся серьезной как бы помехой для того, чтобы просто спокойно жить спокойно жить в этом доме. Я думаю, что придет время, когда мы будем решать эту проблему так же, как ее решали европейцы. Полным запретом оставлять автомобили во дворах. Потому что парковки и гаражи капитальные стоят пустые, а наши автомобили стоят под окном. Люди экономят, люди где-то не хотят идти тратить свое время, чтобы машину поставить в гараже. Вот даже вспомним в советское время машины не стояли во дворах. Так их и меньше было. Машин было, во-первых, меньше, во-вторых, люди опасались, что там кто-то что-то их там разобьет, помнет, украдет, уедет на машине, и они ее вечером отгоняли, утром пригоняли. Вот город не был так серьезно забит автомобилями. Ну вот проблема. Проблема решится, вы уверены? Я думаю, что проблема нарастает, ее нужно будет решать. И так как эта проблема касается очень многих, ее, наверное, нужно начинать обсуждать, чтобы общественное мнение все-таки привыкало к мысли. В нашей передаче мы начали обсуждать, сделали первый шаг. Я считаю, что это правильный шаг в нужном направлении. Будет, наверное, много противников и сторонников от такого решения вопроса. Все это будет не быстро, но говорить об этом надо. Здесь, наверное, будет задача уже властей выделять какие-то площадки, а их городе, в центре особенно, их не так много. Поэтому это, наверное, проблема будет колоссальная. По поводу шлагбаумов. Часто в социальных сетях одни защищают установку шлагбаумов во дворы, другие говорят, что законодательно это как-то неправильно. Вот с ними как быть. Ну вот живу я, нас живет. Мы решили, что мы хотим поставить шлагбаум, чтобы неизвестные нам личности не заезжали, не ставили машины на наши места. Имеем ли мы это право или нет? Тут надо вопрос этот смотреть индивидуально. Кому вы перекрываете шлагбаумом въезд? Только себе или кому-то еще? Ну, здесь как раз-таки проблема. Скорая не сможет заехать, пожарная не сможет заехать. Поэтому, если вы решили установить шлагбаум, надо просто написать письмо в тот же самый отдел ЖКХ, чтобы вам дали разъяснение, возможно ли именно в вашем случае, именно вот в этом месте, в конкретном установка шлагбаума? Вам ответят. Иногда это допускается, иногда нет. Хорошо. Сергей Игорь Владимирович, в рамках проекта Smart City для КСК разрабатываются разного рода программки, в приложениях. Не спешим ли мы слишком? То есть, пару лет тому назад не знали, как вообще реагировать на эти тепловые счетчики, а сейчас уже какие-то технологии, цифровизация. Как сделать так, чтобы наши североказахстанцы, казахстанцы воспринимали все эти нововведения, эту цифровизацию адекватно? Потому что мир не стоит на месте. Уже сейчас все в мобильных телефонах, и я бы вообще предлагал, я не знаю, есть ли предложение связанное с КСК, вот просто зашел и посмотрел сколько чего, да как. Есть оно? Это самый лучший вариант. Варианты таких мобильных приложений для андроида есть. Вот, они есть и в Астане разрабатывались. У нас они есть, Петропавский. И у нас они тоже есть. Но не получили совершенно массовое распространение. Они не получили массовое распространение, но это очень удобно. Я думаю, что вот нам с вами через средства массовой информации нужно формировать общественное мнение. Я вот сам, стыдно признаться, совсем недавно стал пользоваться интернет-банкингом. Я вас поздравляю. Это настолько удобно. Вот просто человек, который постоит в очереди там, либо в кассу платить налоги там или еще что-нибудь, либо у этого банкомата в банке, где сдачу надо на какой-то телефонный счет потом перекинуть. И после этого он берет телефон, все уже настроено, на две кнопки нажимаешь, выбрал сумму, с какого счета снять, куда отправить, мгновенно ушла, пришла квитанция. Это настолько удобно. И вот я, наверное, я думаю, что так же удобно у нас должны работать приложения, которые дают доступ к открытости деятельности КСК. Ну вот, как мне кажется, это проблема одного поколения. То есть через лет 20 это, наверное, случится. Но сейчас в связи с тем, что основная масса председателей КСК это все-таки люди, которые с гаджетами на вы и используют эти приложения. По старинке пришел, подписал, деньги сдал, все нормально. Вот через лет 20 это, наверное, более реально. Когда вот эта молодежь, которым сейчас по 20-30 лет, они займут места председателей КСК. Ну, я бы более оптимистично сказал. Я думаю, что через два года ситуация будет кардинально другая. Половина председателей КСК уволится. Знаете, вот даже сейчас обыкновенные чаты в WhatsApp на многих домах есть. Уже просто есть. Председатель создает группу, и люди, как бы, свои проблемы пишут. Это, во-первых, быстро, во-вторых, это дешево, можно сказать, почти бесплатно, во-вторых, есть постоянный контакт. Другое дело, что нет культуры. Нет культуры взаимодействия вот в интернет-пространстве. Люди начинают гадости писать, оскорблять друг друга. И уходят из группы. Да, люди просто, нормальные люди смотрят, говорят, ну, да читать невозможно. Вот надо, чтобы была культура. Задача вашего центра формировать эту культуру, проводить обучающие, какие-то мастер-классы. То есть вы обучили представителей КСК, а они потом переговорились с собранием, договорились, какие-то там меморандумы заключили. Нельзя сквернословить, нельзя слать разного рода картинки. Это рабочая группа. Видите, наверное, все знают, что такое хорошо, что такое плохо, еще из детского стихотворения. Но, тем не менее, делают плохо. Хотя и знают, что это плохо. Наверное, должно пройти определенное время. И не председатель должен отдергивать своих соседей, потому что нельзя гавкать на всех в одиночку. Именно соседи должны своему соседу сказать, Федя, ты просто нам мешаешь. Эта группа создана не для этого, не для того, чтобы котиков пересылать, не для того, чтобы сплетни распространять. Это рабочая группа для рабочих моментов. И вот когда человек будет понимать, что это против его хамства, будет весь дом, а не один председатель, вот тогда он будет сдержанно себя вести и не писать, что ему на ум в первую секунду взбрело. Может быть, доску позора сделать? Вася пишет плохие гадости. Ему будет стыдно. Видите? Это, конечно, юмор. Это юмор. Культура придет. Да, черный юмор. Потому что есть такие люди, которые по складу характера, ну, они не совсем отжаловщики. Для них это нормальное состояние души обязательно быть с кем-то в конфликте и наводить там жалобы, проверки, там, все что угодно. Они, закончив разборки с одной жалобой, тоже начинают другую. Это наша общая беда. Надо к этому просто привыкнуть. Сергей Героевич, ну, и заключительный вопрос. Каким вы видите вот эту систему домоуправления через пять лет? Вот что изменится? Что будет модернизировано? Что появится в качестве новинки? Через пять лет? Пятилетка. Знаете, пятилетка это большой срок в нашем сумасшедшем 21 веке, когда все меняется очень серьезно. Я думаю, что через пять лет у нас будет более профессиональное управление. То есть не бабушки, пенсионерки станут управлять домами, а придут образованные люди, имеющие специальное образование. Они будут получать вполне адекватные зарплаты, которые мы из своих денег будем им платить. Но они будут работать по документам. Они будут разрабатывать планы содержания, планы ремонта, регулярно проводить осмотры, отчитываться достоверно, конкретно, перед каждым, чтобы доказать свой профессионализм и открытость деятельности своего юридического лица. Я очень надеюсь, что у нас сформируется рынок услуг в жилищной сфере. То есть будут организации, которые, допустим, убирают двор, будут иметь технику, специалистов, будут иметь планы. Мы будем заключать с ними договоры, просто контролировать их работу и оплачивать за выполненную работу. Будут организации, которые будут ремонтировать подъезды нам, делать какую-то элементарную столярку, содержать подвалы. То есть будет профессионализация в сфере жилищных услуг. и из-за того, что там будут объемы и туда придут профессионалы, я надеюсь, что они не будут очень дорогими, что они будут продолжать оставаться доступными для среднестатистического жителя нашего города. Будет это, конечно, дороже, чем сейчас, но ведь мы же хотим жить надежно, в общем-то, безопасно в своем доме, красиво, комфортно. Мы хотим, а за все это надо платить. Мы должны привыкнуть к этой мысли, что если мы хотим изменить ситуацию к лучшему, а не просто менять шило на мыло, одного неумеху на другого, который соглашается работать за 15 тысяч тенге на нас, то мы должны давать рыночную цену стоимости услуг специалиста, который работает на нас. Сергей Георгиевич, я хочу, чтобы это реально все случилось, потому что проблема существует, с вашей помощью она решается. Меньше скандалов, больше дел. Спасибо вам. Надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok